Здравствуйте, я приветствую всех девятиклассников на очередном уроке русского языка. Мы продолжаем работать по разделу конфликта и миротворчества, синтезис, морфология, орфография. И тема сегодняшнего урока звучит так. Что такое миротворчество? Сложные предложения, типы сложных предложений. Цели урока следующие. Понимать основную и детальную информацию текста, высказывая критическое отношение к услышанному. Пересказывать содержание текстов смешанного типа, творчески интерпретируя информацию. Сегодня на уроке вы узнаете, что такое миротворчество, какие типы сложных предложений выделяются. Вы будете, понимая основную и детальную информацию текста, высказывать критическое отношение к услышанному. Вы повторите термины, аббревиатура, синтезис, вопросный план. Эпиграфом к этому уроку я бы хотела взять слова из Библии, которые звучат так. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Согласно Библии, миротворчество – это форма активной человеческой личности или общества, целью которых является созидание мира, в котором нет места вражде. Одно из непременных условий миротворчества является ненасильственный характер установления мира, что и является своеобразным идеалом миротворцев всех времен и народов. Юридического термина «миротворцы» до сих пор нет. Существует определение такое, что миротворчество – это коллективные действия международных организаций политического, военного и иного характера, проводимые в соответствии с нормами и принципами международного права, направленные на разрешение международных споров, предотвращение и прекращение вооруженных конфликтов преимущественно мирными способами с целью устранения угрозы международному миру и безопасности. С ключевыми словами нашего урока будут такие слова, как миротворчество, международная безопасность, международное право, урегулирование военных конфликтов, совет безопасности. Но также ключевыми словами станут и некоторые аббревиатуры. А сейчас мы проделаем словарную работу, и работать мы будем со словом «аббревиатура». Обратите внимание в слове «аббревиатура» на удвоенные буквы «б», на безударные непроверяемые гласные в корне слова «е», следующее «и». Это слово пришло к нам из итальянского языка, а в итальянский – из латинского, и в латинском языке оно имело значение «краткий». Это слово книжное, оно характерно для публицистического, научного стилей. В разговорном стиле мы используем слова сокращения, либо сложно сокращенное слово. Лексическое значение слова «аббревиатура». Нажмите на паузу и подумайте, а я позже озвучу ответ. Итак, слово «аббревиатура» многозначное, и первое значение звучит так. Аббревиатура – это сложно сокращенное слово, образованное из начальных букв или слогов какого-либо словосочетания, то есть сочетания слов. Ну, напоминаю, аббревиатуры ЗКО, СОЖ – это те аббревиатуры, которые мы встречаемся постоянно в нашей речи. Второе значение слова «аббревиатура» – это условное сокращение слов или слова. Вам известны такие буквы, как ИТД, то есть и так далее, ИТП и тому подобное. В тетрадях вы иногда видели буквы СМ, что означает «смотрите». Вот теперь посмотрите на этот значок и эту словарную работу, пожалуйста, перенесите в словарь. А я продолжаю говорить о ключевых словах, аббревиатурах темы миротворчества. И первое слово – это ООН. Нажмите на паузу и попытайтесь его для себя разъяснить. Итак, ООН – это Организация Объединенных Наций. Аббревиатура СНГ. Нажмите на паузу и сначала ответьте сами. Содружество независимых государств. ЕС. Европейский совет. НАТО. НАТО – это название Североатлантического военного блока, который объединяет в себя такие страны, как Соединенные Штаты Америка, Канада и многие европейские страны. В 1945 году, сразу после окончания Второй мировой войны, многие страны мира пришли к осознанию того, что необходимо создать организацию, целью которой было бы поддержание и укрепление мира. И такая организация в 1945 году была создана. Это ООН – Организация Объединенных Наций. В настоящее время членами этой организации являются 193 страны, которые предоставляют контингент войск и гражданских специалистов для формирования международных миротворческих сил. Принадлежность к миротворческому контингенту во внешнем виде являются опознавательные знаки и голубые каски. И когда вы видите по телевидению репортажи из зоны боевых действий, в которых видны военные в бронежилетах голубого цвета и голубых касках, это, знаете, это миротворческие силы. А вот теперь задание следующее. Поставьте на паузу на своем носителе и сначала прочитайте. Затем на месте пропусков поставьте необходимые по смыслу союзы и перепишите этот текст в тетрадь. Прошу. Пауза. И вы работаете. Если уже вы выполнили это задание, то проверьте себя. Наиболее подходящие союзы я вам показала. А теперь задание на проверку понимания этого текста. Я даю вопросы. Два. Составьте предложение, в которых бы звучал ответ на этот вопрос. Первый вопрос. Почему после Второй мировой войны возникла необходимость создания организаций, объединяющей многие страны мира? Прошу обратить внимание, что вы должны создать предложение, в котором был союз «потому что». Помните, пожалуйста, о том, что предложение никогда не должно начинаться со слова «потому что». Предложение должно быть полное. Вполне возможно, оно может начинаться так, что после Второй мировой войны возникла необходимость создания организаций, объединяющей многие страны мира «потому что». И дальше ваше суждение. Прошу. Первое предложение. Запишите, поставив на паузу. И следующий вопрос. Что является основными принципами работы этой организации? Обратите внимание на то, что в этом предложении должен быть союз «и». И я не конкретизирую, что же он должен соединять – однородные ли члены, либо части сложного предложения. Помните о том, что ответ должен быть полным. Ну и вполне возможно, предложение может начинаться с фразы. Основными принципами работы этой организации являются… и так далее. Прошу, запишите. Я продолжаю. За время существования ООН была проведена 71 операция по поддержанию мира. И с 1948 года более 130 стран предоставляли сотрудников для проведения миротворческих операций ООН. Под флагом ООН за это время служило более миллиона военнослужащих, полицейских и гражданских лиц. ООН направляло миротворцев в различные точки мира во время конфликтных ситуаций, в которых были периоды арабо-израильских конфликтов, например, военного переворота в Йемене, Ирано-Иракской войне, гражданской войне в Анголе, Персидском заливе, Югославии, Абхазии, Таджикистане, Хорватии, Боснии. Это далеко не полный перечень тех операций, в которых участвовали миротворческие силы ООН. Задачи миротворцев обозначены так. Предотвращение возобновления боевых действий, создание условий безопасности для возвращения беженцев, обеспечение общественной безопасности, осуществление надзора за разминированием территорий, поддержка при необходимости международного гражданского присутствия, то есть гражданских специалистов, выполнение по мере необходимости обязанностей по осуществлению пограничного контроля, обеспечение защиты и свободы передвижения сил международного гражданского присутствия и персонала других международных организаций. Я озвучила вам эту информацию, вы её внимательно прослушали. А следующую информацию, пожалуйста, прочитайте самостоятельно, поставив на паузу. Если вы уже изучили этот несплошной текст, то давайте вспомним, что целью нашего урока является пересказ текста с его интерпретацией. И вот сейчас я вас прошу обратить внимание на задание, составить устный ответ на вопрос, общий вопрос, миротворческая миссия ООН. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно вспомнить всю ту информацию, которую зачитала вам я, либо вы прочитали самостоятельно. Я вам дам ещё одну подсказку. На предыдущих уроках мы говорили о видах плана, среди которых был вопросный план. Вспомните, пожалуйста, что каждой части текста соответствует свой вопрос. И для того, чтобы помочь вам составить текст, в котором будут части пересказа из тех текстов, которые вы услышали от меня, либо прочитали самостоятельно, плюс вы это должны хорошо связать и, ко всему прочему, сделать свои выводы, я вам даю вопросный план. Первый вопрос. Какая международная организация осуществляет действия, направленные на сохранение и укрепление мира? Это первая часть вашего ответа. Вторая часть. Какие цели преследует эта организация? Третья часть вашего ответа. Как формироваются международные миссии? Четвёртая часть. В урегулировании каких конфликтов принимали участие миротворцы? Пятый вопрос. Гарантирует ли восстановление мира присутствие войск ООН? И шестая часть. Почему миротворческие организации имеют важное значение в современном мире? Ваша задача составить устный текст, опираясь на данный вопросный план. Но, по всему прочему, ваша задача в этом тексте, вы должны использовать простые и сложные предложения, причём сложные предложения различных типов. А для того, чтобы говорить о типах сложных предложений, мы переходим к следующей грамматической теме нашего урока, а работаем мы в девятом классе по разделу синтаксис. Вспоминаем. Синтаксис – это раздел науки о языке, изучающий словосочетания и предложения. На одном из предыдущих уроков я вам уже показывала, что предложение, то есть я дала начало формированию общего представления о теме синтаксисложного предложения, и у вас в словаре уже дана такая запись. Предложения могут быть простые и сложные. Нажмите на паузу и дайте формулировку, что такое простое предложение и что такое сложное предложение. Итак, простые предложения – это предложения, в которых одна грамматическая основа, сложные предложения – это предложения, в которых две или более грамматических основ. В качестве примера я привожу вам предложение простое с одной грамматической основы. ООН – Организация Объединенных Наций – все чаще вступает в глобальную борьбу с терроризмом. ООН вступает в сложные предложения в зависимости от средств связи. Прошу прощения, это схема этого предложения. Сложные предложения в зависимости от средств связи могут быть союзные, и это предложения, простые предложения, в составе которых связаны при помощи союзов, союзных слов и интонации. Но о том, что такое союзы, вы знаете, и что такое интонация, вы знаете так же. Что такое союзные слова, я буду объяснять несколько позже на следующих уроках. Итак, сложные предложения в зависимости от средств связи могут быть союзные, то есть те предложения, средства связи которых являются союзы, союзные слова и интонация. И бессоюзные, в дальнейшем они у нас будут обозначаться БСП, бессоюзное сложное предложение. И средством связи в этих предложениях, средством связи между двумя простыми предложениями в бессоюзных сложных является только интонация. Вот пример одного из бессоюзных сложных предложений. За первые 40 лет ООН были проведены лишь 13 операций по поддержанию мира. В последующие 20 лет были развернуты 47 миссий. Перед вами пример бессоюзного сложного предложения. Я показала границы простых предложений в составе сложного. Они соединены только интонацией. Заметьте, пожалуйста, что знаки припинания между простыми предложениями в составе бессоюзных только лишь разделяют, а соединяют только интонация. Вот пример схемы предложения. Первое простое, второе простое. Соединены только интонацией. Союзные же предложения в зависимости от того, равноценны ли предложения между собой и какими союзами соединены, могут быть сложно сочиненные. Пример предложения. На использование оружия массового уничтожения нанесен международный запрет, но весь мир живет в условиях потенциальной опасности. Перед вами сложно сочиненное предложение. Простые предложения в составе сложного соединены с сочинительным союзом, с сочинительным противительным союзом. Но об этих союзах мы говорили. Вот пример схемы данного предложения. И также группа союзных предложений включает в себя сложно подчиненное предложение. Сложно подчиненное предложение. Я на опережение дам формулировку. Это предложение. Простые предложения, в составе которого неравноценно. То есть от одного предложения к другому можно задать вопрос. Ко всему прочему, простые предложения в составе сложно подчиненных соединены с подчинительным союзом или союзным словом. О том, что такое подчинительные союзы, какие типы подчинительных союзов, вы уже знаете. Пример предложения. С 1945 года в мире существует ООН, благодаря которой происходит предотвращение и ликвидация угрозы миру и безопасности. Перед вами сложно подчиненное предложение. Главная часть и предаточная. Более подробно я буду объяснять это позже, когда мы подойдем к синтаксису сложно подчиненного предложения. Вот так обозначается схема сложно подчиненного. И я вам доказываю, что от главной части к предаточной можно задать вопрос. В данном случае предложения связаны с подчинительным, прошу прощения, союзным словом. В качестве самостоятельной работы я скопировала, я даю вам задание составить устный ответ на тему миротворческой миссии ООН, опираясь на вопросный план. А я благодарю всех тех, кто работал последовательно поэтапно со мной и до следующего урока. Спасибо. 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 Спасибо.